Всем привет, с вами Макс, это первый эпизод моего Let's Play Super Crafting Show. И этот эпизод я посвящу тому, что буду строить себе дом, чтобы выжить в этом жестоком мире. Да, появился я не в самом лучшем месте, здесь достаточно мало деревьев, но ничего, выживем. К слову о мире, я играю на сложности хард, поэтому веселья будет предостаточно. Так, я не буду, конечно, сейчас рассказать, что я делал, потому что я буду тогда совсем кэпом, но для любого, для любого дома нужны ресурсы. Хотя, я даже думал же, я даже вместе себе подумал же, подаш, нашёл, использую эту пещеру, хорошо мне попалось. Да, так что не нужно будет так много древесины, как в отличие от того, чтобы строить всякие стены, крышу. Зачем всё это? Так, пошли дальше и собирать древесину. Мой Майнкрафт немного изменён, но я поставил... У меня стоит мод на животных, поэтому здесь куда больше животных, чем в обычном Майнкрафте. Такие, как лошадь, олень, пантера, снежный барс, шесть видов птичек. Так что, весело всё-таки будет. Что у нас вообще тут есть в этом мире? Так. Вы видите, там кишат акулы. Акулы это очень суровые парни, с которыми лучше не встречаться. Кстати, вот это маленькая пантера. Она вырастет в очень серьёзную женщину, от которой нужно... От которой хрен избавишься. В общем, ладно, пока она ещё не выросла, для нас опасений не представляет. Так. Первым делом надо запилить стены. Так как со стенами нам ничего не страшно. Думаю, здесь будет дверь. А с этой стороны... Какой-какой-какой хрен, а? Долбаные животные всегда с своими долбанными звуками. Я думаю, а вот здесь... Нет. Вот здесь будет дверь. Так. Ах, нет. И нам хватит как раз на две двери. Теперь... Надо сделать кирку. Чтобы потом сделать из неё каменную кирку. То, что мне туманитом не обращать внимания, пользоваться я им не буду. Кстати, этот медведь. Он... Изначально он нейтральный. Но если его разнослить... Оу... Это очень плохо будет. Там слева... Ну, точнее, почти прям по курсу была тигрица. Да. Тигрица это нечто. Они, во-первых, бегают быстрее, чем я. Во-вторых, у них... О! Твою мать! Вот видите, что она творит? Скотина. Нет, 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 нет. Иди в жопу сюда, творит первый. Или какая-то там... Чёрт ты, если я сейчас из тебя сдохну, иди... Ох... Ну, вообще, биндик. Видите, что они умеют? Таким... Палец в рот не клади. Сиболочи. Ох... Ну, ладно. Дом-то уже почти... Блин. Дом-то построен у нас. Ха-ха. А до конца летсплея ещё есть время. Но ничего. Первым делом надо проапгрейдить свою... Кирку деревянную. Да, каменной. Будем мы расширять здесь место. Иди отсюда, пантера. Бейся, что они... Ай, чёрт. Дырка. Так. Кхм. Ещё одна. Да вы её хрени. Что можно ещё сказать про мой мир? Пока что я толком его не знаю, поэтому... Его нужно будет как следует обследовать. Так. Ну, немного расширили свой мир. И пора делать... Каменную кирку. Та-дам! Теперь... Надо сделать ящик. Чтобы складывать оттуда всякую ненужную хрень. Ну или которая понадобится, но... По-боже. Так. Пойдём прогулку. Как вы видите... Мир Майнкрафта не так дружен, как кажется. А этому оленёнку не повезло. На него напал и снежный барс, и медведь. Это лошадь, кстати, которую можно приручить и потом оседлать. Так. Как я понял, нахожусь я на каком-то острове. Нет, это не остров. Хотя, может быть, остров, не знаю. Ну, блин, здесь так... Пусто. Так мало деревьев. Ах, блин, ах, может было в такую задницу попасть. Это лиса, которая охотится на всех зайчиков, птичек. Как видите, она её дико надул попугай. Теперь она в бешенстве хочет понять, в чём происходит. Так. Первым делом нам надо найти уголь. Где я его здесь буду искать, я понятия не имею. Так. О, видите, как всё это происходит. Быстро, решительно. Это утка. О, это кабан, 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 кабан. Если долго находиться в его поле зрения, он может сагрессивиться. Так. А сейчас нам нужно мясо. Главный источник мяса в Майнкрафте, это, конечно же, скин. Ну, блин. Ну ты, скотина, блин, жадная. Кстати, кабанетинка тоже даёт. Свинину. Но по той же причине, что он может напасть. С ним уже не связано. Что, классика. Сколько вас, мать вашу, тут, а? О. Вот, вот этот заяц. Прыгает, прыгает, ничего себе не нужен. И тут внезапно, хоп так. И он у меня на голове. Та-дам! Теперь и человек-заяц. Наверняка не понимает, в чём тут дело. Вот, блин. А, нет, смотри. Прыгай тут. Так. На чём мы остановились, друзья? Надо расширить своё помещение. И что, без такой, без помещения никуда. Ну, по крайней мере, теперь у нас есть место, где можно защититься от назойливых животных. Но. Всё ещё нам, нам нужно, нам нужен уголь. Вот где его, блин, здесь. Это я ни хрена не представлю. Так, овца. Овца, источник шерсти, которая... Которая, ну, которая нужна для создания кровати. В которой, по логической цепочке, можно, как вы догадались, спать. Так. Нет, ну ты... Не, ну ты посмотри, что творит, а? Пантера совсем борзела. Мало того, что... Нет, да иди ж ты нахрен, а? Так. Так, если меня убьют в этом эпизоде... Нахрен вам не убьют меня здесь? О, пошли нахрен. Так. По-моему, пантера не особо довольна. Так. Вот так. И, по-моему, там происходит какая-то битва. Или нет, или они уже за мной охотятся. Тут явно тигры, явно пантера. Твою маху. А вот сплавить так хорошо начинался. А ну да ладно. Нам, что ли, привыкать? Ну, откуда ты, заяц, прёшься? Точно, надо будет подселить те, где ещё одного кролика, чтобы плодились. Да, правда, у меня, по-моему, будет столько края тщательные. А он нет. Ну вот на ширину и не темнеет. Хотя... Стоп. Есть идея. Уголь можно сделать из... Из древесины. Конечно, Дорбанной влаги. Ну, ё-моё. Так. Наступила ночь. Это не есть хорошо, потому что у меня и нету. А. А, вот теперь у меня есть факел. Замечательно. Так. Теперь нам не страшны мобы, которые могут все заставиться. Ух ты, курица там не везёт, походу. Ух. Да и вон, что я его, а. Хватит там насиловать друг друга. Вы бести меня. Кстати. Против таких чуваков нужно действовать решительно. Поэтому надо построить. Надо создать смерч. Но я его не засознал, поэтому дело. Поэтому проблем нет. У нас не считает. То, что они оба хотят меня сожрать. Ещё пара. Блин, Сталина на вас нету, блин. Ты тут ещё скачешь. Так. Ну, у нас проблемы там, мои господа. Проблема состоит в том, что у меня нет теперь угля. А копаю я хрен знает куда. Но, в принципе, рандомный способ копания может иногда привести к цели. К примеру, найти опять-таки тот же самый уголь. Или ещё лучше найти живоза. Хотя в данном случае мне сейчас куда важнее будет уголь. Так. Хватит уже там рычать. Вы бесите меня. О! Так. Не нравится мне всё это. Угля вообще нету. Почему, когда он нужен, его нету? Почему? Где он, блин? Уроды, дайте мне уголь. Не прошу же ничего сверхъестественного. А прошу... Ох, твою мать! Это как минимум хреново. Ура! Уголь! Ура! Уголь это хорошо. То, что он всегда нужен. Или как? Он хороший, во-первых. Хорошее топливо, во-вторых... Факелы. Факелы. Превыше всего. Здесь надо ещё посадить в одну, чтобы какие-нибудь козлы не заспавнились. Как кто там ещё мяукает, а? Зайчок. Зайк. Так. Надо собрать оставшийся уголь. Без угля... Без угля... Нехорошо. Так. Нахрен же, индивидуальный киркот. Здесь-то на меня тормознутый. Совершенно. Так. Уголь есть. И, прошу заметить, его немало. Конечно, здесь можно будет дальше развиться, потому что наверняка где-нибудь да будет пещера, в которой наверняка будет либо, ну, железо, золото, а там, глядишь, алмазно, идём. Так. Так, ладно. Я думаю, на этом пора заканчивать мой дебютный эпизод. С вами был Макс. Пока.